Началось аппаратное совещание с печальной ноты. Авиакатастрофе, произошедшей в минувшие выходные, было отведено определенное время. Никто не остался равнодушным к трагедии. Погибло много людей. 224 человека. 25 детей. Большое горе. Трагедия для всей страны. В начальник президента было объявлено как день траура по погибшему в сон катастрофе. Особое внимание было уделено прошедшим выездным совещаниям представителей администрации. Они прошли в рамках конкурса по благоустройству. Участники комиссии посетили объекты городских и сельских поселений. В ходе выездного заседания мы посетили районский городской парк, посетили библиотеки новинской коммунистической десантной и посмотрели пчелку, роду, культуру и филиал медицинской музыкальной школы. Что хотелось бы отметить. Новый аттракцион в парке. Он еще не открыт, но монтажные работы были завершены. И вот так очень понравилось. Понравилось особо еще и то, что мы вступили к строительству туалета, который как необходим, теплый туалет на территории районского городского парка. Не обошли стороной и недавно открывшийся проект «Добродел». Теперь граждане смогут звонить на единый телефонный номер или отправлять письма на фиксированный адрес электронной почты и сообщать информацию о том, что происходит в городе, а также оставлять свои жалобы по категориям ЖКХ, благоустройство территории, автомобильные дороги. Ведь гражданину достаточно разместить жалобу в системе «Добродел». Сообщение направляется в администрацию Раменского муниципального района, где регистрируется и тут же ФАМСЭД поступает на рассмотрение к курирующему вопрос заместителю руководителя администрации. Если рассмотрение сообщения заместителя руководителя администрации, документ поступает на исполнение в тот или иной орган администрации. И вопрос, содержащийся в сообщении гражданина, должен быть рассмотрен в течение не более восьми рабочих дней. Равнодушных людей в Раменском районе практически нет. Это показал прошедший молодежный день донора. Сдать кровь пришли 168 человек, большинство из которых учащиеся в высших учебных заведений. Тем временем военный комиссариат приступил к мероприятиям, связанным с осенним призывом. Вкратце могу подвести итоги первого месяца проведения призыва граждан в военную службу. В Раменском районе план задания на призыв граждан составляет 260 молодых людей, которых необходимо будет отправить. На сегодняшний день, согласно оповещения и графику социальной призывной комиссии, которая проводится своевременно, согласно графикам, все граждане планировали прибыль на усыдание призывной комиссии. При наряде на призыв в 10 человек, повторяюсь, у нас на сегодняшний день готовы к отправке уровней силы порядка 360 молодых людей. Спасатели за последние сутки тоже не остались без работы. 72 выезда, 15 из которых пожары. Один человек пострадал. Жертв нет. Мособлпош спас. Работает в стандартном режиме. Илья Залевский, Александр Венченко и Ирина Зинченко. Для программы «Городские вести». Ирина Залевский, Александр Венченко и Ирина Залевский, Александр Венченко. Продолжение следует...